Ну а я боюсь, что я не дойду сегодня, потому что вот, проходя по набережной, я вижу тут остатки Иркутска, видите, вот эти два домика. Меня ведь вообще-то, так сказать, ждут детишки, ждут детишки с моими рисунками, а я тут сейчас в домике сяду рисовать, но все равно сяду, все равно быстро-быстро попробую нарисовать. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 мне предлагали лет 20 назад построить нечто вот такое вот ну быть архитектором автором по-моему на том месте где сейчас бульдог стоит этот ресторан мне тоже ко мне подъезжал какой-то товарищ с нерусским акцентом и говорили слушай да ты мне сделай да вот там проект я я настолько удивился я говорю а кто вам позволит вообще на набережной делать ресторан я не знаю шел ли шла ли речь про тот ресторан именно или еще один хотели здесь засандалить но я отказался ну там был была скандальная история с этим заказчиком и так далее я может быть еще об этом расскажу рассказываю же а потом мне здесь предложили на набережной построить памятник ой даже не скажу кому потому что но я выдам моего доброго заказчика который по-своему наивный но тем не менее он пожелал вот себе и всему роду войск которым он скажем так железнодорожные войска нет железнодорожные войска это совсем другие которые вот не пришли кобыли хвост вот здесь на набережной я говорю а почему вот вашим войскам вашим этим ветеранам ваших войск здесь на набережной должен стоять памятник но набережная это такое место ну как бы понятно у него другая функция нежели быть утыканным этими могильными поминальными мемориальными но она же привлекательная поэтому сюда все лезут лезут сюда торгаши вот делая вот этот вот свой мега торговый центр лезут сюда вот рестораторы устраивая здесь то ночной клуб да вот такой черный крематорного типа ресторан но я им передаю привет свой молодцы и рекомендации сделайте что-нибудь все таки более съедобное скажем так более вкусное на этом месте коль уж вы тут вот так вот бородавкой такой вылезли посредине ангары вот так они все сюда и лезут так они отхватывают эти жирные места ну действительно набережной это самое 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 жирное место в городе это понятно ну и вот и скоро уже там вот возведут чуть еще дальше туда на так называемый нижней набережной на цесовской набережной сейчас уже там делают эти самые якобы жилье сначала начали а теперь я читаю там уже все там этих отели отели там гостиничный комплекс все врали нам сначала нам врали что там будет там будет вообще культурный комплекс и как всегда там будет значит этот самый концертный зал имени мацуева они видимо кроме мацуева музыкантов не знают и вот с этим залом мацуева они носятся по всему городу везде пытаются его под под его видом себе получить разрешение на застройки центра города и вот они там долго-долго там нам мурыжили мозги но нам это я имею ввиду иркутянам что они там нам культурный центр сделают имени мацуева хотя причем здесь мацуют вообще но я не знаю кто-то можете разбирается сильно музыки но я так слышал что нормальный музыкант пианист бизнесмен вот как там кто там у нас ралдугина рикто еще что там нормально зарабатывает на музыке товарищ причем здесь он ну может быть потому что он там вдоль и вот это другой разговор вдоль и всех этих строек имени себя ну тогда я его поздравляю вот потом нам начали врать что там будет жилой комплекс ну просто жилой то они не продадут но все равно приходилось там выдавать это же было все уши то росли видно было откуда растут поэтому они начали нам этот жилой комплекс выдавать как элитный ну не нам а им ну что его надо продать там же квартира то ой 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 почем да а теперь я смотрю там уже реклама идет там уже огромная-огромная гостиница на том месте прямо вот так вот на набережной они захватили переструют молодцы молодцы позитив иркутский позитив молодцы поздравляю но не иркутян естественно я поздравляю вот этих вот ребят молодцы а вообще живут ли они в иркутске я даже сомневаюсь лучшем случае они живут день там за городом своих коттеджей ну ладно вот так вот идя по городу невольно начинаешь думать о таких вещах потому что видишь видишь на каждом шагу вот такие вот вот такие пейзажи как вот это вот до украшение как фамилия того архитектора скажите как фамилия того предателя архитектора и главного архитектора который вот так вот украсил набережной скажите пожалуйста и ведь его не отобрали диплом у него его не исключили из союза архитекторов у нас предыдущего главного архитектора то исключили но там за другие какие-то дела они там тоже что-то не поделили ну ладно но тем не менее предыдуй пред 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 идущего то исключили вот я уж не знаю может его назад приняли уже это же так делается вот ладно идем а наш путь вот туда это называется остров юность посмотрим как я уже пообещал проведем эксперимент как там поведут себя торгаши которые отжимают у бедных нищих художников какие-то копейки мсту ладно ладно вот тут птички чайки видите разлетались или эту утки они чайки а тут по моему и утки и чайки и вот тут весь народ иркутский сейчас идет вот туда на то красивейшие очень хорошее место нам сделали да юность это великолепное место может быть то о чем я сегодня начинал говорить утром про попытку навести порядок ну может быть это вот то что они там пристают художникам и спрашивают где твое разрешение рисовать понимаете вот абсурдность да ну пойдем посмотрим можете ко мне пристану интересно послушать как они будут аргументировать что я пойду сейчас там и буду заниматься коммерческой деятельностью все вперед послесловие однако никуда я не пошел как видели в самом начале как я в самом начале сказал я тут вот остановился этот домик нарисовал и раздумал я идти в эту торгашескую ситуацию пусть меня простят детишки которые сегодня не дождались художника чтобы он их изобразил конце концов действительно портретный жанр сегодня уже я бы сказал так деградировал но если не в моем исполнении ты в моем наверное тоже потому что все это выродилось вот такую вот очень вот вы знаете душа не видимо я говорю бог меня вот предостерег чтобы я туда не лез в эту торгашескую ситуацию передавайте привет администрации города которая сейчас размывается вот таким вот образом над художниками которых заставляет брать какие-то разрешения приравнивая их там коммерческой деятельности не буду я в это вмешиваться все мне денег хватит в конце концов деньги мне не нужны а рисовать бесплатно это халяву плодить и так далее короче все стало очень неприятно вы меня простите может быть у меня сегодня такое настроение не знаю ну я просто сейчас хочу пойти в город и немножко порисовать все общаться мне с этими представителями власти и общаться мне с людьми которые хотят портрет по фото что-то расхотелось пойду ка я просто город порисую да по городу похожу может быть я вам город лучше покажу да может быть позитив найдем пойдем еще вечер длинный большой погуляем по иркутску а